Официальные партнеры программы Новости дня. Торговая группа Абсолют. Компания Оптика Сосек. Новости дня. Он потом схватил, ударил. Это первый начальник. А второй начальник за урса поташил и вытащил меня на улицу. Не отпускали домой, заставляли следить за коровами и принуждали к интиму. Уроженка Бурятия рассказала, что ее два года вместе с детьми держали в рабстве в Воронежской области. Это не просто объект, который взял и открыл, забьюшку и начал работать. То есть подрядчик должен провести определенные пасхаланши работы на воде. На финишной прямой в селе Выдрино остался месяц до запуска новых очистных сооружений. Рано или поздно чисто эволюционно стоимость дров сравняется с стоимостью электричества. В Улан-Удэ частный сектор в скором времени могут перевести на электроотопление. Администрация города направила заявку в правительство Бурятии. В Бурятии семьи в трудном социальном положении получают помощь благодаря социальным контрактам. Алексей Циденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которая рассказала, что ее два года вместе с детьми держали в рабстве в Воронежской области. Скоро пострадавшая вернется на родину. По словам женщины, она оказалась в таких страшных условиях два года назад, когда поехала на заработки. Не отпускали домой, заставляли следить за полусотней коров и принуждали к интиму. По версии Сони, такой была ее жизнь в рабстве. Она приехала работать дояркой на ферму под Воронежем. Обещали комфортные условия, но попала уроженка Бурятии в настоящий ад. Начальники каждый день находили поводы для наказания. Потом схватил, ударил. Это первый начальник. А второй начальник в залу запоташил и вытащил меня на улицу. Поговорили, наорал. Это невозможно было с детьми сбежать оттуда. Началось все осенью 2020-го. На руках были 4-летний сын и 2-летняя дочь. Мужчина, которого к ней подселили, избивал и спаивал детей, говорит женщина. У Сони получилось рассказать все подруге. Та обратилась к волонтерам. Приехали как раз ночью. Все, забрались оперативно, все спокойно и поехали. Ребенку было очень плохо в машине. Почему? Потому что потом мы узнали, оказывается, этот сожитель ему налила вечером пиво. Он мог пить. 6-летний ребенок пил пиво. Владельцы фермы тоже не стали молчать. Говорят, у Сони был и телефон, и интернет. Она постоянно выкладывала видео в ТикТок и в любой момент могла рассказать всем, если бы действительно находилась в рабстве. Женщина очень хотела стать блогером, уверяют мужчины. Соня жила в лучших условиях, чем они сами, говорят фермеры. Видео снимала у себя дома. Его уже обыскала полиция. Недавно. Вот, смотрите. Недавно. Это сейчас, когда проверили, это для детей. Там день рождения исправляли. Сожителя женщины увезла полиция. Один из работодателей уверяет, Соня не была рабыней и получала зарплату 25 тысяч рублей. А недавно просто исчезла. Звонит ее муж, что нету Сони. Соня пропала. Как пропала, начали искать. Она пишет сообщение, я уехала к себе домой. Все нормально, все нормально. Я честно не понимаю, что сейчас происходит. Откуда вы такая мула же? Я не понимаю, что это значит. Какое рабство? Со слов соседей, Соня вела свободный образ жизни. Гуляла с детьми на улице, в руках был телефон. Ездила в соседнюю деревню за продуктами. Правоохранители начали проверку. Алексей Цыденов поручил следить за ходом расследования. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что сейчас женщина в Москве, но скоро вместе с детьми вернется в республику. Сейчас ей делают паспорт, с детьми работают психологи. Ася Касьянова, Новости дня. Председатель комитета Народного хурала Бурятии подал в отставку. Речь об Аркадии Цыбикове, который возглавлял комитет по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям. Он написал заявление о сложении себя полномочий досрочно. Напомню, председатель член фракции «Единой России» Аркадий Цыбиков был избран в сентябре 2020 года тайным голосованием. Причины, по которым Цыбиков решил отказаться от должности председателя комитета хурала, пока неизвестны. А легендарный спортсмен и основатель Федерации гиревого спорта Бурятия Сергей Леонов занял вакантное место другого депутата хурала Голана Гунзынова. В ноябре он ушел из жизни. Сергей Леонов начал заниматься гиревым спортом в 1979 году. В 1985 окончил Бурятский государственный педагогический институт, после чего работал в своей родной школе преподавателем физкультуры. Уже в 1986 году выполнил норматив мастера спорта СССР и был включен в состав сборной страны. В 2004 году был удостоен высшего звания заслуженный мастер спорта. Благодаря Сергею Леонову в Анахое появился центр гиревого спорта. В Улан-Удэ в скором времени частный сектор могут перевести на электроотопление. Администрация города уже направила бюджетную заявку в правительство Бурятии на разработку проектно-сметной документации по реконструкции электросетевого хозяйства. Все подробности в нашем следующем материале. Проектирование затронет микрорайоны, лидирующие по негативному влиянию на атмосферный воздух. В частности, это Левобережье, Шишковка, Оршан, Верхняя Березовка, Комушко, Горький, Солнечный, Загорск, Мясокомбинат, Мелькомбинат, Тепловик, Забайкальский и Сотые кварталы. По словам председателя проектно-аналитического комитета администрации города Вадима Емедеева, перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова. Это порядка 70% домовладений. Кроме того, для тех, кто использует уголь, а их 28%, предусмотрено производство бездымного топлива. Рано или поздно, чисто эволюционно, стоимость дров сравняется стоимостью электричества без какой-либо субсидии. Почему? Потому что в 500-километровой зоне вокруг Улан-Удэ дрова, к сожалению, качаются. И мы видим это с каждым годом. Поэтому я думаю, что в течение какого-то времени, то есть понятно, что в первый год все 100% не перейдут на электроотопление, но в течение какого-то обозримого промежутка переход будет происходить, и при этом будет постоянно снижаться загрязнение атмосферы. Между тем, стоимость реконструкции всего электросетевого комплекса Улан-Удэ составит больше 7 миллиардов. Финансирование работы нового строительства электросетевого хозяйства планируется по федеральному проекту «Чистый воздух». Власти обещают, для жителей частного сектора переход на электричество пройдет финансово безболезненно. Я сейчас скажу, наверное, такую непопулярную вещь, да, но на самом деле все, что происходит от столба и в дом, это все затраты собственника. Здесь я могу вас успокоить в том плане, что мы проводили исследования, опрашивали жителей. В частных домах порядка 80% частных домов, оно уже на сегодня оснащено дополнительными электрическими приборами, которые могут использоваться для отопления. Ну и, в принципе, стоимость затрат на то, что дополнительный оборудование в свой дом, она не критична, и на сегодня рынок предлагает достаточно большое количество электрообогревателей. Пока же ждем утверждения суммы на проектно-сметную документацию. Она составит больше 200 миллионов рублей. Вопрос о выделении средств из республиканского бюджета будет рассмотрен 3 марта на очередной сессии Народного хурала Бурятии. Дмитрий Гомбоев, Новости дня. Реконструкция теплосетей, благоустройство дворов, ремонт дорог и строительство садов. Таким стал 2021 для Октябрьского района нашего города. Главные итоги прошлого года подвели на расширенные коллегии с участием мэра Улан-Удэ. Об этом, а также о том, как район будет развиваться в будущем, расскажем далее. Сделать так, чтобы людям было комфортно жить, работать и отдыхать в самом густонаселенном районе города. Такую цель поставили перед собой власти. Недавно у Октябрьской администрации появился новый руководитель. Андрей Муравьев старается чаще выезжать на места. И такой подход дает свои плоды. В рамках программы формирования современной городской среды в 2021 году благоустроено 19 дворов на сумму 37,5 миллионов рублей. Реконструировали сквер строителям БАМа и сквер ровесникам, ушедшим в бой. Впервые за долгие годы построен совершенно новый сквер. Захламленный участок на пересечении дорог, где конь и три стихии. У нас появился новый совершенно сквер, сквер над Казской. И он появился как раз благодаря инициативам жителей именно на деньги народного бюджета. Модернизация коммунального сектора – еще одна из приоритетных задач. Благодаря реконструкции сетей от котельной Юго-Западной, местные жители забыли об авариях. В прошлом году завершили работы на 6-й теплотрассе по улице Мокрово. В 2022-м должны сдать в эксплуатацию новый канализационный коллектор на мясокомбинате. Сделано немало, но есть моменты, над которыми еще нужно работать. Это собаки, безусловно, это наша наболевшая тема. Безусловно, это кошение, безусловно, это грейдирование дорог, связанное со сложными погодными условиями. Поэтому мы должны выработать, не просто выработать, да, и чтобы у нас сегодня не закончилось это обсуждением и балтологией, должны выработать реальные меры. Если говорить о трех последних годах, то это сразу 10 садов. Школы номер 25 и 49 получили новые корпуса. На очереди 32-я. Там стройка закончится в этом году. В 2021-м ввели в эксплуатацию 22 тысячи квадратных метров жилья. Это 5 многоэтажек. А совсем скоро появится еще больше, ведь начнет функционировать домостроительный комбинат. Также в 2021-м отремонтировали 8 участков дорог. За прошедших три года 25 километров дорог в районе были отремонтированы. Ну и в этом году улица Терешкова, одна из главных артерий Октябрьского района, самая нагруженная и уже такая максимально используемая, тоже войдет в реконструкцию и будет сделана. Я надеюсь, тоже будет под жестким контролем администрации района. В завершении мэр отметил, что нужно больше внимания уделить ДНТ и СНТ, ведь там люди также живут на законных основаниях. Чтобы иметь право использовать бюджетные средства на решение их проблем, стоит перевести больше домов в категорию ИЖС. Еще один важный момент – неучтенные дороги, а таких немало. Их нужно поставить на баланс города, иначе ремонт там провести будет нельзя. В целом Игорь Шутенков оценил работу районных властей положительно. В селе Выдрино скоро завершат подготовительные работы для запуска новых очистных. Сооружение накануне проверил зампред правительства Бурятии. Все подробности у моего коллеги Руслана Хороших. Компактность, высокий уровень автоматизации производственного процесса и управления – вот что отличает новые очистные в селе Выдрино Кабанского района. Их установка началась месяц назад. Для ввода в эксплуатацию осталось только провести пусконаладочные работы. Для полной работы очистных сооружений, то есть есть определенный регламент, и это не просто объект, который взял, открыл, забьюшку и начал работать. То есть подрядчик должен провести определенные пусконаладочные работы на воде, а потом эксплуатирующая, совместно с эксплуатирующей организацией уже переходит, так называемые пусконаладочные работы под нагрузку, когда уже будут работать, будет ошлен прием стоков, и будет выходить так называемый режим. Сточные воды, привезенные из села, будут проходить пять этапов очистки. Это механическое фильтрование, три стадии биологической, доочистка на угольных фильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Далее вода идет на сброс. Вода выходит в соответствии с 83-м постановлением Российской Федерации. Это одно из самых сложных, на самом деле, из самых жестких постановлений, потому что озеро Байкал является одним из чистейших озер, и к нему предъявляются определенные требования. Скажем так, по всей остальной России и странам ближнего зарубежья степень очистки гораздо мягче. Производством оборудования, его доставкой в Бурятию и установкой занималась подрядная организация PL Company из Самары. На все ушло около четырех месяцев. Наш куратор периодически туда выезжал, чтобы контролировать процесс производства, контролировать сроки, контролировать качество продукции. И вот в декабре оборудование поступило, 12 автовозов. В течение двух месяцев это все собирается. Очистные Выдрины не единственное, что построят в этом году. Глобального капитального ремонта ожидают и объекты в Улан-Удэ. Дальше у нас это Улан-Удэнские очистные, правобережные, как мы и говорим. Проектная документация сегодня разработана по Улан-Удэнским очистным. Зашли в конкурсную процедуру и до конца марта месяца должны подписать контракт с победителем конкурса на продолжение реконструкции на очистных сооружениях города Улан-Удэ, правобережных очистных сооружений города Улан-Удэ. Стоимость порядка 13 миллиардов рублей. Добавлю, что очистные Выдрины будут обслуживать не только село, но и соседний поселок Танхой. Там уже идет проектирование сооружений. Строительство намечено на следующий год. Руслан Хороших, Вячеслав Батоев. Новости дня. Кабанский район. Минтруд предлагает изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых. Теперь для тех, кто хочет трудоустроиться, будут составлять индивидуальный план поиска работы. И если гражданин не будет выполнять предписание, то может потерять пособие. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение таких выплат не зависит от плана по поиску работы. Кроме того, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплату услуг, а также доступа к социальным пособиям, в том числе пенсионным выплатам для самозанятых. В Бурятии с помощью социальных контрактов семьи в трудном социальном положении получают деньги. Они идут и на обеспечение пожарной безопасности в частных домах. Как это работает, узнавала наша съемочная группа. Пластинины проживают в Турбогатае. Печь, которая отапливает дом, не видела ремонта уже семь лет. Да, она аварийна. Она у нас уже рушится. Вот это место здесь должно скоро уже обвалиться. Мы надеемся, что скорее бы она только у нас дотопилась, скорее бы закончилась эта зимняя холода. Потому что топим, она уже у нас ступится прямо сюда. Там вроде бы что-то повредилось. Само в трубе обвалилось. Подлатать печь пробовали сами, но должного эффекта это не приносит. На помощь пришел соцконтракт, который заключили в декабре. На выделенные деньги закупили все необходимое для ремонта, которому приступят после отопительного сезона. А вот семьей Шейхудиновых ремонт печи уже сделали. Раньше она буквально рассыпалась. Теперь же выглядит как новая. Конечно, если есть такая возможность, конечно, можно обратиться и использовать такую возможность. Пока есть государство, помогает этому всему. Спасибо большое соцзащите и работникам МЧС. Государственную социальную помощь в виде соцконтракта жители Бурятии получают в рамках национального проекта «Демография». Одним из направлений является обеспечение пожарной безопасности жилого помещения. Для этого гражданин обращается в отдел соцзащиты населения, заключает контракт и дальше работаем совместно с отделом надзорной деятельности МЧС. При осмотре топительных печей одними из наиболее распространенных нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления является наличие прогаров, трещин, повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, домовых аналах, домовых трубах. Помимо ремонта печей в частных домах по соцконтракту проводят и замену электропроводки. Андрей Слепнев, Егор Кокорин, Жаргал Сарендашиев. Новости дня. Тарабагатайский район. Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке. Общая задолженность дальневосточников составила почти 827 миллиардов рублей. Высокие темпы роста потребительского кредитования в прошлом году в первую очередь были связаны с восстановлением экономики и реализацией отложенного спроса на кредиты, накопленного за время действия карантинных мер в 2020 году. При этом рост был достигнут за счет увеличения средней суммы задолженности, приходящейся на одного заемщика. Также влияние должно оказать введение с июля лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов. И о ситуации с ковидом. Число заболевших им в республике продолжает снижаться. Накануне в Бурятии коронавирус выявили у 1108 человек. 9 пациентов скончалось, все они были старше 65 лет. В стационарах получают лечение 1734 больных. В отделениях реанимации 155 человек. На аппаратах ИВЛ 54. Занятость коечного фонда составляет 79%, а амбулаторное лечение и наблюдение проходит больше 15 тысяч человек. 828 накануне выздоровели и выписались из больниц. Сейчас небольшая реклама, и вот что вас ждет во второй части выпуска. Да, она аварийна, она у нас уже рушится, вот это место. Здесь должно скоро уже обвалиться. В Бурятии семьи в трудном социальном положении получают помощь благодаря социальным контрактам. Покупай в Абсолюте выгодно. Найт Хантер Кола со скидками до 41%. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭК. Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей. Тотальная распродажа ФСК 16 по 27 февраля 2022 год. 0+. Ровные как гладь океана. Притягивающие взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Новости дня на ТВ Коми. В студии Мария Латышева. Мы продолжаем. Приемная кампания в российских университетах в этом году начнется с 20 июня и продлится до августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобранауки Валерия Фалькова. Абитуриенты смогут подавать документы лично при помощи сервиса поступления в ВУЗ онлайн через информационную систему ВУЗа, а также по почте. Добавлю, что в январе Федеральное министерство сообщило, что возможность подавать документы лично будет зависеть от эпид-обстановки в каждом конкретном регионе. В Доме дружбы народов Бурятии состоялся финал первого конкурса профессионального мастерства педагогов в сфере этнокультуры «Этника. Мастерства». Он выявлял ярких и активных наставников, способных позитивно влиять на развитие этнокультурных пространств республики. Мой коллега Дмитрий Гомбоев продолжит тему. Конкурс проводится Ассоциацией народов Бурятии «Дом дружбы» в рамках проекта победителя конкурса президентских грантов «Байкальская этника. Этнокультурное образование. Детям и взрослым». В первом туре участие приняли 50 педагогов из этнокультурных и образовательных организаций региона. Те, кто дошел до финала, представили свои презентации в городе мастеров. В стилизованных этномастерских участники показали и себя, и свое мастерство. В своих работах я отражаю именно нашу бурятскую писемность, а также преподаю взрослым и детям. Хочу, чтобы дети и взрослые знали, что такое наша традиционная живопись бурятцорок. И также в изучении и просвещении бурятской живописи я добавляю бурят хлы-е-орью, чтобы они бурят хлы-е-мартаху. И также их будут... Чтобы знали бурятский язык, да? Да, чтобы знали свой бурятский язык и также дети. Отметим, что в рамках проекта создано 16 пилотных площадок в нескольких районах республики и Улан-Удэ. Участники которых прошли обучение в Байкальской этношколе, получили уникальное методическое сопровождение для своей работы. Это методички, прописи, настольную игру, скетч-модели для оформления кабинетов родного языка и этнотеатра, мобильное приложение на трех языках, этнословарик 3D. Мы должны передать молодому поколению традиции и обычаи нашего народа, чтобы в будущем гордиться своими потомками, чтобы знали свой язык, культуру. Организаторы уверены, социально значимым итогом проекта станет формирование этнокультурных общественных пространств в городе и на селе для сохранения семейных ценностей, укрепления связи между поколениями, традиций добрососедства и развития своей малой родины. У нас в клубе «Колоса» занимается детская студия «Феникс». Вот здесь, видите, у нас куколки мы занимаемся, традиционные куклы, тряпичные девочки у нас изучают. И чтобы заинтересовать детей, мы такие маленькие половички оформляем, как зверюшки, как разные панно. Детей обучаем. Детей обучаем. Я всю жизнь работала на Лейском детском доме, и вот у меня все девочки, когда я работала инструктором, все девочки умели вязать носки. И варежки, каждая. Вот это у меня гирлянда, сюрпризный момент вам показано, да? Разоединилась гирлянда, гирлянда носков. Так, кроме просто носков, мы еще вяжем носки с логотипом «Вичура». Дмитрий Гомбоев, новости дня. Демонтаж ледового городка на площади Советов начнут уже в следующий понедельник. Работы будут вести раньше из-за прогнозируемого потепления. В этом году городок был посвящен популярным героям бурятского мультфильма «Бадме» и «Чигдару». С 21 февраля у нас начнутся демонтажные работы, и закончатся они к 1 марта. К 1 марту у нас площадь должна быть очищена от всех ледовых скульптур, от елки, от катушки. Поэтому просим горожан отнестись с пониманием. И я надеюсь, что в следующем году новогодний городок вас также будет радовать. Комбинат по благоустройству разберет большую катушку, сцену, входную группу и ледовые фигуры. Сосны с елки переработают в мульчу и удобрения. В следующем году ледовый городок порадует горожан спортивными мотивами. 83% россиян за год либо вообще не делали пожертвования, либо делали их редко, следует из опроса Высшей школы экономики. Больше трети респондентов не доверяют благотворителям. Те, кто готов откликнуться на просьбу о помощи, чаще всего предпочитали давать милостыню с помощью СМС. Пожертвования делали это 15%. Еще 10% с помощью интернета. Регулярно перечисляли деньги с зарплатой меньше процента респондентов. Мы решили провести свой опрос среди улануденцев на этот счет. Вы делаете пожертвования? Если да, то как часто и какие? Если нет, то тоже расскажите почему. Ну, в последнее время нет, если честно, да. Ну, я даже не знаю, какую причину сказать. У меня даже на примере младший сын в Галакси, торговый комплекс на Балтахину. Проходили мимо, даже пристыдил маму, говорит, мама, там дядя сидит плохо одетый, почему ты денежку ему не даешь? Нет, не делаю. Почему не делаете? Ну, живу с матерью. Средств не хватает, а? Средств не хватает. А если бы хватало, то делали бы? Ну, конечно. Мы в основном, как бы, традиционные пожертвования. То есть, допустим, идет сбор средств в ДОСАН, строительство, допустим, да. Раньше часто давали, да, милостями? Конечно. А сейчас? Сейчас даю. Как часто? Часто. Каждый день? Особенно, ну, через день, наверное. Не хватает на бутылку людям, на сигареты, на хлеб. Два-три-пять рублей. И вы даете на бутылку? Почему нет? Детям обычно. Бальным детям, да? Да, да. А милостыню, вот если просят на улице? А милостыню, да, бывает так. Ну, сбрасывай, ну, в смысле, подаем, да, конечно. Нет, я не делаю такого. Почему не делаете? Не знаю, я как-то не задумывалась об этом никогда. За 15 лет наблюдений максимальная доля россиян, которые делали какие-либо пожертвования, была зафиксирована в 2019 году и составила 63%. Минимальная в 2007-м – 44%. Футболист из Бурятии Владимир Гранат подписал контракт с футбольным клубом «Олимп Долгопрудный». Об этом сообщил главный тренер команды Александр Точилин. Владимир Гранат начал свой путь в футболе в родном Улан-Удэ, после чего перешел в Иркутскую звезду, которая стала для него первым профессиональным клубом. Напомним, что бывший игрок «Динамо», «Спартака», «Ростова» и «Рубина» весной уже выступал за «Олимп», с которым вышел в футбольную национальную лигу, где на данный момент занимает 15-е место. Шикарный букет «Рос» за смешную цену легко. Грандиозную неделю распродаж устраивает цветочная сеть нашего города. Где лучше всего купить внушительный букет и не потратиться, смотрите далее. Розы – самые популярные цветы, из которых составляются флористические композиции по разным торжественным случаям. Красивые и ароматные они считаются одним из лучших подарков, позволяющим выразить искреннее чувство дарителя. В салоне цветов «Крона» это знают и устроили сумасшедшую неделю распродаж. Купить цветы сейчас выгодно, как никогда. Мужчины в нашем салоне всегда покупают в основном классические красные розы. В нашем салоне «Крона» сейчас хорошая акция. Цена букета из 25 роз, высоких роз, составляет 3750 рублей. Это отличный повод порадовать свою любимую. Скидки в «Кроне» не только на розы, а на все срезанные цветы. Салон предлагает большой ассортимент и качественное обслуживание. Стильные букеты любой сложности помогут собрать опытные флористы. Сеть цветочных салонов «Крона» объявила беспрецедентную акцию на все срезанные цветы. Так, с 17 по 24 февраля при покупке от 5 штук вы получите скидку 15%, от 9 – 20, от 15 – 25, а при покупке от 25 штук все 40% на любые срезанные цветы. Язык цветов здесь лаконичен. Цветы однозначно выражают симпатию и восхищение. Купить их можно в салоне или заказать в интернет-магазине, просто написав в Инстаграме или Ватсапе. Курьеры доставят букет бережно и оперативно. Сумасшедшая неделя распродаж в салоне цветов «Крона» продлится до 24 февраля. Успевайте дарить близким праздник. «Крона» улица Ключевская, 33, дробь 3. Телефон 570-770. Сразу после программы «Новости дня» смотрите большой специальный репортаж о бездомных собаках. Федеральный закон о гуманном отношении к ним не адаптирован для регионов страны. Как муниципальные власти пытаются изменить действующее законодательство, увидите сразу после новостей. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которая рассказала, что ее два года вместе с детьми держали в рабстве в Воронежской области. Скоро пострадавшая вернется на родину. На финишной прямой в селе Выдрино остался месяц до запуска новых очистных сооружений. В Бурятии семьи в трудном социальном положении получают помощь благодаря социальным контрактам. Я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте, в инстаграме телеканала или в мобильном приложении. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю вам только хороших новостей и отличных выходных. Покупай в Абсолюте выгодно. Окорочка куриные. Всего за 158,30. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССР Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика СССР СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА